В завершении птушиного полета, добро видать, что Гомель – саправдый зеленый город. Самым старым древом не одно ста годзе. В минулом ста годзе доброупорядкованию так само надавали великую увагу. Все лето в рамках створения больше комфортных умов для проживания, традицию посадки древ протягнули, але сутыкнулися с певными проблемами. В результате неблагоприятных условий процент приживаемости деревьев составил по городу Гомелю и населенным пунктам чуть более 70%. По сельским населенным пунктам более 77%. Таким образом, в целом по Гобельской области усохло около 18 тысяч деревьев. Это 10 тысяч деревьев в городе Гобеле. Як чакается, в осенью на Гомельшине будзе высаджена каля 23 тысяч древ. Это дозволит не только полностью компенсовать страты загинувших рослин, але и поширить территорию с зелеными насаджениями. Отповедный план, прикладно два тыдни тому, затверженный у Абл выканками. Иншая справа, что эффективность его выканания у многим будет залежить от удзельников акции. По-перше, колы гирают обовязково узагоднять место посадок с мясовыми коммунальными службами, які добра ведают место находжения инженерных коммуникаций. По-другое, выконовать технологию посадок, на некоторых предприемствах древы высадживают просто у песок, без добавления грунту и удобрения и без наступного полива. А кроме загубленных древов, это еще и грошовые страты. Кошт саджанцев, бярозы и туи у специализованных предприемствах – до 25 рублей. Липы – каля 30. До выбора гатунка у рослин специалисты так само раюць относится больше уважлива, особенно в городах. Клен и ясень, сумахи еще более лучше приживаются. Липа болеет, береза болеет, тяжело приживается.